Всем привет! Сегодня у нас вторая часть чтения книги Лизе Остром «Парфюм истории ароматов XX века». В прошлый раз мы с вами прочитали введение «Приветственное слово от автора» и о чем будет эта книга. Сегодня читаем о первом десятилетии XX века, щедрое начало века, 1909 год. Поскольку главы здесь достаточно внушительные получились, я думаю, что мы разделим каждое десятилетие на две половины. Для того, чтобы длительность ролика была порядка 30 минут, вы не сильно устали. Если вы присоединились к видео вот только сейчас и не понимаете, что здесь происходит, заглядывайте в плейлист, который будет по подсказке в описании. Там вы можете посмотреть серию роликов с самого начала и понять, о чем здесь идет речь. Для тех, кто уже присоединился раньше и знает, что здесь происходит, давайте перейдем к чтению. Желаю вам приятного прослушивания. Щедрое начало века, 1900-1909 годы. Мы начинаем рассказ с первых лет нового века, настолько сияющим в своей удаленности от нас, что это время может показаться лишенным аромата, просто потому, что наш нос не в силах его ощутить. Как можно рассуждать о парфюмах, когда до наших дней дошли лишь немногие из них? Действительно ли люди того времени пользовались парфюмом, или они были излишне скромны по отношению к ношению аромата? Чтобы разобраться в ситуации, мы совершим прогулку по Клонбинскому мосту, где в 1908 году английская парфюмерная фирма Госнелл устроила авангардный спектакль, чтобы привлечь внимание прохожих, переходивших через реку и спешивших на поезд с работы. Высоко в небе парил наполненный горячим воздухом аэростат в виде флакончика духов. Знаменитый аромат череп лосом отгоснул. Празднуло 20-летие успешных продаж. Из корзины аэростата на голову прохожих и даже в темзу сыпались листовки. Это было рискованное предприятие, напоминавшее, как в наши дни самолет выписывает цветным дымом призыв «Выходи за меня замуж, Шейла». Необычная форма аэростата предполагала, что он может внезапно подняться или опуститься, поэтому пилоту было непросто маневрировать. Над Парижем другой аэростат развлекал французских покупателей, почитателей ароматов английских парфюмеров. Даже сейчас такая идея не кажется устаревшей, тем более, что все новое волнующее в парфюмерии было уже опробовано в XIX веке и к началу XX, еще до того, что парфюм стал привычной жидкостью, которую мы распыляем на запястье. Чтобы привлечь внимание покупательность викторианской Англии, хорошо известная парфюмерная фирма «Эжен Риммаль» использовала всевозможные маркетинговые стратегии. Она предполагала в аренду парфюмерные фонтаны для проведения балов и званых вечеров. И эти фонтаны наполняли воздух изысканным благоуханием. Сколько еще осталось ждать до момента, когда такой фонтан, установленный в новом модном коктейль-баре, объявят новинкой? На всемирной выставке 1867 года в Париже фирма «Риммл» договорилась о строительстве коттеджа с дистиллятом ароматов для демонстрации посетителям и обустройстве цветочных часов, в которых появлялись различные цветы в соответствии с временем суток. И что только они не вытворяли с бумагой – ароматизированные программки, веерай, календари, а также поздравительные открытки ко дню Святого Валентина. У «Риммель» можно было приобрести флакончик духов, служивший ручкой для театрального бинокля. Конкуренты фирмы «Пээс эндлюбен» из дома номер 2 по Новый Бонд-стрит рекламировали кольцо-фонтан, которое выглядело как украшение и спускало струйки аромата во время бала или концерта. Хотя к 1900 году приемы, устраиваемые «Риммель» были хорошо известны, они помогают понять, насколько вездесущими были парфюмерные товары в тот период. Их можно было приобрести в магазине уже в готовом виде или сделать дома. Прелестное хобби. Газета «Чикаго Дэйли Трибун» в декабрьском номере за 1903 год описывала манию, охватившую любительниц рукоделия. Сишили парфюмированное США к Новому Году и Рождеству, которые заполняли шариками с ароматом сандала. Зачастую стены гардеробных комнат обивали сначала ватой, на которую наносили парфюмированную пудру, а затем добавляли слой неплотной рубашечной ткани, чтобы запах постепенно пропитывал одежду, придавая ей легкий аромат. Парфюм не был привилегией богачей. В истории по праву сохранились названия престижных люксовых брендов, использовавших флаконы от Лалик и тесненную бумагу с рисунком, такие как Убиган, Герлен, Кати, Корон, предлагавших покупательницам поистине произведения искусства. Однако были важны и менее гламурные производители парфюма, такие как Сирс, Калгейт, Калифорния, Парфюм Компани, которые поставляли ароматные товары миллионам покупательниц с помощью каталоговых камевояжеров. Но это были товары из категории масс-маркет, дженерики, поэтому вскоре о них забыли. Как мы с вами увидим, в этот щедрый период о духах говорили много. Покупательницы разбирались в брендах, любили их или отзывались выничижительно, точно так же, как сейчас рассуждаем об известных парфюмах мы. Но поскольку все эти упоминания не были уделом литературы, характерны преимущественно для популярных изданий, ныне забытых, так как и товары Сирс, найти их весьма непросто. Случайное упоминание парфюма Литрефли Анкарнат в романтической истории легко пропустить и трудно осознать, поскольку никто из ныне живущих этот аромат не помнит. Не говоря уже о том, чтобы понимать его значение для людей того поколения. Мы в этой книге попытаемся восстановить этот контекст, но нюансы в любом случае будут утрачены. Нам будет намного легче постичь закулисную историю, поскольку она лучше задокументирована. Эта история технологическая, инновационная, триумф к химической промышленности. Когда химики научились выделять экстракты из сердца, а потом стали синтезировать их, появились парфюмы, доступные до тех пор. В них используется молекула кумарина, названная честь кумару, французского названия бобов тонкая, и ванилина. Этими ароматами стали фужер-рояль «Тубиган» в 1882 году и «Жекиа Герлен» в 1889. Их появление знаменовало выстрел стартового пистолета, после которого начался период сугубо природных ароматов, очаровательных, но редких, переход от сугубо природных ароматов, очаровательных, но редких, к тому, что мы знаем как современную парфюмерию. Через несколько лет после начала продаж этих пионеров на рубеже XX века фирмы поняли, что у них появилась возможность производить невероятно дорогостоящие парфюмы за сотую долю цены, благодаря новым материалам в палитре ароматов. Любители парфюмерии 1900-х годов и не догадывались о том, что невероятное количество ароматов с нотами фиалки было обусловлено открытием нового душистого компонента под названием «Ионон». Это была отдельная история торговли, которая никаким образом не повлияла на покупателей и не могла повлиять на их восприятие парфюма. Другое изобретение – телефон, граммофон, автомобиль – волновали, очаровывали, возбуждали своими возможностями передавать информацию и перевозить людей. Но парфюм оставался в тени, поскольку химики настолько успешно копировали природные ароматы, что это оставалось незаметным для непосвященных. Тот факт, что меняющийся облик парфюмерной индустрии оставался без должного внимания публике, становится очевидным благодаря статье, опубликованной в американском ВОК за 1906 год о сборе урожая роз в Грассе на юге Франции. Автор представила это как пасторальную дилю. Сотни женщин и детей в живописных национальных костюмах собирают цветы, весело болтая и сопровождая песней эту поэтичную работу. Журналистка сравнивала каждый цветок с феей или эльфом, обладающим душой. И эту душу аромат предстояло поймать и запечатать во флаконе, чтобы порадовать покупательниц. Разумеется, розы собирают по сей день, лепестки роз обрабатывают, чтобы получить абсолют парфюма. И такого рода статьи романтизирующий парфюм пишет до сих пор. Настолько привлекательной оказалась сама идея. Новое десятилетие 20 века, старый стиль цветочной парфюмерии и ароматы сцефанотиса, гелиотропа и вербена уступают место новым возбуждающим ароматам. И у этих ароматов появились свои поклонники, совершенно не разбирающиеся в том, как работают фабрики, на которых получаются ингредиенты для производства этих ароматов. Первая глава. Десятилетие. Le Parfum Ideal. Ubigan. 1900 год. Парфюм для первой леди. В конце 19 века группа в высшей степени стильных молодых женщин, которые назывались девушками Гибсона, олицетворяла собой достойную жизнь этого периода. Нелишенные юмора, образы, появившиеся с легкой руки американского художника Чарльза Данны Гибсона, девушки Гибсона воплощали живость нового поколения. Они были раскованнее своих предшественниц и разбивали сердца джентльменов. Девушки Гибсона стали прототипом девушек с обложки, с характерными фигурками Барби, точеная талия, тоненькие ручки и невероятно пышный бюст. Предполагалось, что такая фигура отражает результаты занятий спортом, но на самом деле это невозможно было без модного корсета. А еще эти двордианские волосы. Шиньоны были настолько объемными, что в них можно было легко держать упакованный ланч. Девушки Гибсона выглядели стильно и естественно, складывалось впечатление, будто они в любой момент готовы сыграть дружескую партию в теннис. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что на лицах их неизменно проскальзывает надменность. Иными словами, это они были просто богатыми стервами. В лучших комиксах этих девушек изображали группами. Они терзали своих воздыхателей улыбкой или прокалывали булавкой мужчину размером с мальчика с пальчиком. Есть замечательный пример подобной иллюстрации под названием «Любовь в саду». Девушка запечатлена в безукоризненно выглаженном белом платье. Среди своим пяти обожателям она повелевает привести в порядок лужайку. Один из них, завороженно глядя на нее, не замечает, как его косилка разбивает терракотовые горшки с цветами. Еще пара влюбленных мужчин не замечает, что сажают дерево корнями вверх. Девушки Гибсона с персонажей комиксов вскоре превратились в феномен рекламы. Их лица появились на фарфоровых тарелках, скатертьях, пепельницах. Если девушка Гибсона использовали, чтобы продать дуршлаг, представьте, что могла сделать эта модель с флакончиком духов. И этим парфюмом стал для парфюма Диаль. Этот идеальный парфюм создала фирма Убиган, французский дом с завидным аристократическим наследием, ведущий свою историю с 1775 года. По слухам, а может, всего лишь рекламный ход. В начале 20 века фирма находилась под покровительством царствующей семьи и пользовалась успехом в большой части русской знати. Их благосклонность была жизненно важна для процветания индустрии. При наличии таких знаменитых клиентов необходимость создать нечто особенное была очевидной. Ле Парфюм Диаль стал одним из главных дебютов 20 века. В действительности аромат создали несколькими годами ранее, но представили его только на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, как парфюм нового времени. Всемирная выставка – самая крупная торговая ярмарка, имела 18 потрясающих тематических разделов, и шоу-деревни для каждой страны участницы. С входом на территорию выставки служила Эйфелева башня. Она привлекала миллионы посетителей, и во время проведения выставки население французской столицы выросло на 7%. На выставке продемонстрировали не только эскалаторы и электрические лампочки, но и модерн, зарождающийся в искусстве и ремеслах стиль. Все известные парфюмеры представили свои творения в тематических павильонах, которые заказывали у самых модных архитекторов, включая Гектора Гемара, который только что показал новый дизайн метрополитена. В этих павильонах создавались бухты, фрески, фонтаны с единственной целью – показать в выгодном свете флакончики парфюма. Поблизости посетители могли посмотреть первый звуковой фильм. Для парфюма Диали стал венцом творения Убигана. Хрустальный флакон от Бакарас, традиционный для фирмы формы графина для спиртных напитков, помещался в расписную коробку, узор на которой напоминал орнаменты на восточных кофрах. На тиснении золотой этикетки красовался профиль девушки Гибсона. Она восхищенно вдыхала запах цветка. Этот обобщенный идеал красоты стал символом аромата, таким же ярким олицетворением бренда, как и реальная знаменитость. В 1930-х годах журналистка американского издания Vogue вспоминала об этом так. Одна только мысль об этой золотой этикетке пробуждает в нас ностальгические воспоминания о том времени, когда флакон Диаль занял почетное место на туалетном столике наших мам. Сам парфюм также совершенен. Это безукоризненный цветочный аромат не какого-то конкретного цветка, а целого букета. Ароматы тысячи цветов были очень распространены в XIX веке, но создавались исключительно на основе натурального сырья. Для парфюма Диаль, это результат использования новых технологий, он стоял особняком, поскольку в композицию включили несколько волнующих новых синтетических ингредиентов, появившихся на рынке. Для той, кто решит воспользоваться этим парфюмом, для парфюма Диаль стал в некотором смысле загадкой. Невозможно было разложить аромат на составляющие и определенно сказать, что это за запах. В том и состоял смысл. Это был парфюм, вдохновленный и таинственный, нечто недостижимое для покупательниц, которые не могли ощутить ничего подобного по викторианскому рецепту. Этим и объяснялась запредельная цена на парфюм. Сияющая головка девушки Гибсона на этикетке стала венцом ажиотажного спроса. Она словно говорила, что другие женщины тоже могут использовать этот аромат, чтобы продлить свое очарование и почувствовать себя первой леди. Ле Трефле Анкарнат. Искусственный парфюм. ЛТП Вер 1900 год. Натуральное против синтетического. Предмет вечного спора в парфюмерии. Нередко мы слышим от людей, что они предпочитают исключительно натуральные или органические ароматы, а не эти ужасные химикаты, которыми повсюду торгуют в наши дни. В данном случае в игру вступают три элемента. Во-первых, выбор в пользу простоты, прозрачности аромата с одной нотой, таких как одеколон, вербена и его чисто цитрусового запаха, вместо более сложного состава ингредиентов. Во-вторых, это удовольствие обладания парфюмом, который пахнет точно так же, как его продать и в природе. Будь то чайная роза или мандарин. Не стану спорить, некоторые парфюмы и в самом деле имеют химический запах, от которого щекочут в носу. Но это не значит, что они хуже прочих. Просто их аромат определяется как искусственный, а не как натуральный. Поэтому он напоминает о запахе чистящих средств, спреевосвежителей воздуха и других функциональных запахах, которые нам не хочется связывать с благоуханием изысканного парфюма. А в-третьих, это обеспокоенность по поводу синтетических компонентов, средствах по уходу за кожей, тканях и продуктах питания. Натурально это подлинное, мягкое, тогда как синтетическое, обязательно токсичное, резкое и вызывающее раздражение. По правде сказать, все вокруг это сплошная химия. И в любом случае ситуация имеет множество нюансов. В наши дни из некоторых натуральных веществ удаляют часть молекул, содержащих потенциальные аллергены. Однако в 1900 году большинство людей даже не подозревало о существовании синтетических молекул. Даже если они покупали флаконы, содержимым которых использовали сианон или кумарин. Эти новые ингредиенты начали применять в парфюмерии примерно 15 лет назад. И покупательницам даже в голову не могло прийти, что в парфюме могло быть что-либо, кроме экстрактов, цветов, фруктов и деревьев. Тогда ли Трефли Анкарнат, темно-красный клевер, созданный в 1896 году, был представлен на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Только торговцы обсуждали его состав, но делали это с энтузиазмом. Настолько сильным было впечатление от изобретения этого парфюма. Творение LTP-Wear стало возможным благодаря техническому прогрессу. Парфюмерный дом смело воспользовался новыми веяниями, вместо того, чтобы держаться за консервативное прошлое. Основа аромата – ноты папоротника. Сам по себе выражает фэнтезийный аромат. Папоротники в большинстве своем ничем не пахнут. Это новый компонент под названием амилсалицилат, который придает пряный запах свежескошенной травы. С композиции, сочетающей запах сена, бергамоты, травянистой лаванды, Литрефри Анкарнат с помощью удачного шлейфа клевера стал сенсацией. Парфюм предлагал новый свежий аромат, возбуждающий и одновременно умиротворяющий – дань Эдвардианской традиции пикников на лугу. Представьте себе, как женщине на протяжении многих лет, пользовавшись одним и тем же ароматами, предложили новый парфюм. Это можно сравнить с оригинальным кроем платья, возникшим из ниоткуда. Спустя несколько лет название Литрефри Анкарнат прочно вошло в обиход, будто оно всегда существовало. Парфюм замечательно вписался в канон. Литрефри Анкарнат был встречен по-разному, именно в силу необычности аромата. Высоконравственные слои общества сочли его в высшей степени сомнительным. Синтетические ингредиенты оставались незамеченными, а вот сложно определяемый аромат и его популярность у девушек легкого поведения обеспечили парфюму репутацию искусственного. В популярном романе «Бертерак» «Горничная миссис Миллион» 1915 года, в котором речь идет о том, как горничная и ее хозяйка поменялись местами, это отношение к парфюму великолепно выразила более целомудренная из двух героинь – Беатриса. Она пытается обуздать новообретенную фривольность своей бывшей служанке «Миллион». Когда следом за Миллион, Беатрис входит в модный ресторан, она ощущает волну теплого воздуха, которым примешиваются запахи кофе, сигареты, испарения горячих блюд и того парфюма, который вы прочувствуете, если пройдете по Аркадии Берлингтон. Она различила этот аромат среди смеси сирени, апопонокса, русской фиалки и плюн... Извините, Фумнана, знаменитого парфюма фирмы Гроссмитт, назвала его самым пронизывающим, самым стоящим ароматом для Трефлян Корнат. Беатриса Горича отмечает, что настоящая леди не нуждается в парфюме, чтобы сохранить лицо. В некоторых других популярных английских романах также упоминается этот аромат, особенно для изображения ночной жизни Пикадилли. Роман Комптона Маккензи «Карнавал» 1912 года повествует о девушке-танцовщице в Лондоне, где вестибюль варьете буквально пропитан этим запахом. Сочетание ароматов красного жасмина, пачулия, апопонокса и темно-красного клевера перебивает резкий запах козлов. В романе супруга Вейгерта на Эгнес Кастел «Бриллианты режут тесто» 1909 год, о котором в противном случае давно забыли бы, Литрефлян Корнат описан как «Отравляющее вещество, завладевшее комнатой и пересилившее дыхание всех цветов». Одна из женщин говорит своей приятельнице, «Вам не знаком ли Треплян Корнат?» Это свидетельствует о том, в каких высокоморальных кругах вы вращаетесь. Мои дорогие, это то, что хватает вас за горло в отелях, ресторанах определенного сорта. Он просто плывет по реке воскресным вечером. Плыть по реке вниз на лодке ради какой-нибудь гнусности? Где нам подписаться? Клаймакс. Марка «Серс». Около 1900 года. Парфюм по почте. Учитывая тот факт, что практически все знаменитые и надолго задержавшиеся парфюмы начала 20 века были созданы роскошными французскими домами, можно предположить, что в 1900-х годах парфюм был уделом богатых, но непосильно работавшие женщины и мужчины даже не помышляли о парфюмерии, которая была им не по карману. На самом деле это не так. Популярные и модные товары процветали, особенно в Америке. Именно потому, что когда-то это были труднодоступные товары, теперь они прочно были забыты. Извините. Именно потому, что это были доступные товары, теперь они были прочно забыты. Трудно представить, что в начале 20 века фирма «Калгейт» продавала сотни наименований туалетной воды. А мы еще жалуемся, что сейчас продажа слишком много брендов. Ричард Хаднат, первый крупный производитель косметики в США, с 1880-х годов продавал в аптеках и универмагах ароматы, ориентированные на средний класс. Среди них была «Деколон Квин Энн Калонь» и аромат «Вайлит Сик». Существовала также известная фирма из Детройта «Фридерик Стернс Энд Ко» и «Калифорния Парфюм Компани», позднее сменившая название на «Эйвен». Ритейлером, который прославился больше других, тем, что популяризировал парфюм в начале 20 века, был «Сирс», впоследствии «Сирс Ройбук». Ричард Сирс выпустил собственный каталог товаров для заказа по почте в Чикаго в 1888 году. В этот момент был выбран идеально. Новые железные дороги соединили отдельные уголки Северной Америки, превратили доставку товаров, которая была логистическим кошмаром в мечту предпринимателя. Сначала Сирс торговал по почте часами, обещая поставлять качественные товары в любой уголок США, гарантируя возврат денег. А с 1896 года обеспечил бесплатную доставку в сельскую местность. Затем Сирс начал предлагать пряности, инструменты, одежду, ванны, сельскохозяйственную технику, занавески и даже готовые наборы для строительства домов. Легче было назвать то, чего в каталоге «Сирс» не было, чем перечислить все предлагаемое фирмой. Это означает, что «Сирс» действовала как гигантский уравнитель. Компания могла предложить покупателям те же самые товары, независимо от места жительства, от восточного до западного побережья семьи заказывали модные ткани для платьев, новейшие обои, воспользовавшиеся сложенными в каталог образцами. И даже приобретали парфюм «Ти Роуз» от Сирс. Успех «Сирс» был связан не только с их манерой вести дела, но и с ассортиментом товара. Товары фирмы предлагали не армии торговых агентов, у каждой из которых был свой стиль работы. То есть из агентов действовала «Калифорния Парфюм Компани». Каталог «Сирс» со всеми говорил на одном языке. Фирма выступала на стороне покупателя, предлагая приемлемые цены, импортируя товар напрямую, без лишних посредников. «Сирс» демонстрировала свою преданность и готовность служить клиентам, неизменно использовав громкий лозунг. В Соединенных Штатах нет ни одного города, где бы мы ни продавали наши товары. Расстояние не имеет значения. Компания даже использовала изображение богини правосудия с повязкой на глазах, чтобы вызвать у покупателей доверие к политике нашей фирмы, словно каталог действительности был новой редакцией «Били о правах». Самое главное, компания «Сирс» как продавец также носила повязку на глазах. Клиентам, которым было неловко приобретать или иное товар в местном магазине, давая повод для пересудов, могли быть уверены, что услуги «Сирс» будут анонимными и тайными. Поэтому любая женщина, не желавшая показать свой интерес к парфюму и продуктам красоты, могла удовлетворить свои фантазии и заказать в желаемом количестве по своему вкусу все по последнему каталогу. И первое издание каталога свидетельствует об этом. К примеру, в каталоге за 1897 год информации о парфюме отводились в страницы перед вгоняющими в краску описанием средств контрацепции, о которых вообще было не принято говорить. Спустя два года парфюм оказался по соседству с косметическими товарами, такими как средства от веснушек «Секрет Денинан» и кремом для обеливания кожи с мышьяком. А в 1900 году у парфюма появился собственный раздел в каталоге, и количество страниц в нем становилось все больше и больше по мере увеличения спроса. По этой причине читательницы были уже знакомы с парфюмом от Сирс, поскольку фирма всегда предлагала несколько наименований, таких как «Нью Монхей» и «Лайлак Блоссом», не обязательно добавляя к словам описания и так далее, и так далее, будто говоря «Вы все и так знаете». Цены начинались от 25 центов за маленький флакончик, 7 долларов по нынешним меркам. Но предложения Сирс были привычными, они ничем не отличались от того, что предлагал Хаднут и Калгейт, все эти фирмы утверждали обратное. Но Сирс, чтобы выделиться на общем фоне, извлекал максимум стандартной линейки ароматов, обеспечив покупательницам завораживающую иерархию привлекательных упаковок. Не противопоставляя туалетную воду и парфюм, как это делали обычно, Сирс предлагал товары категории «Тройной экстракт», в простом флаконе без декора и самую дорогую престижную категорию «Серока». Название звучит почти по-итальянски, на самом деле представляет собой акроним «Сирс Ройбок энд Компани». Между этими двумя категориями располагался вариант «Клаймакс» – «Оргазм». Не из-за этого ли название парфюма оказалось рядом с контрацептивами? И был ли аромат «Клаймакс» и «Ланка-Ланк» эликсиром любви, афродизиаков? Все может быть. Но нам следует относиться к этим чувственным понятиям, как к гиперболе и еще одному приему, к которому прибегла Сирс, чтобы изучить, привлечь внимание покупательницы. Но если пристально изучить каталог, то станет ясно, что слово «Клаймакс» очень свободно использовалось в названии товаров для спальни вне ее. Существовали даже бамбуковые палки под таким названием. А еще были дрожки с таким же названием и даже сорт вермишели. Парфюм постепенно становился стандартом жизни, и за это мы должны поблагодарить фирму Сирс. Мушур де Месье. Гирлян, 1904 год. Парфюм до фланера. Благодаря своему безупречному французскому я всегда полагала, что Мушур де Месье переводится как «Мистер Усы». И это было великолепное название для одеколона, но предприимчивые читатели уже были готовы запустить новый бренд. На самом же деле название переводится как «Носовой платок джентльмена». И мы сразу представляем себе платок, которым бросают в лицо противнику в знак вызова на дуэль, и которым обмахивают лицо дамы, если джентльмен пытается ее соблазнить. Мы не станем рассуждать по поводу того, был ли у джентльмена упомянутый «Носовой платок». Поверьте, это название совершенно прозаическое. Многие жидкие парфюмы 19 века предназначались для ароматизации «Носовых платков». Мужчины эпохи рейденства и их потомки полагали, что капельку парфюма наносят на «Носовой платок», чтобы прижать его к носу и не ощущать зловония. Разумеется, ароматы были приятны сами по себе, а не только как разновидность детол дезинфицирующего средства для высшего общества. В начале 1800-х годов надушенный платок был обязательным аксессуаром джентльмена, джентльмена позаботившегося о своем безупречном внешнем виде, и порой становился объектом насмешек со стороны светских комментаторов. В одном из сатирических комиксов за 1819 год фигурировал Дэнди, попавший в неловкую ситуацию. Он уронил «Носовой платок» на тротуар, но слишком узкий костюм не позволял ему свободно нагнуться за платком, поэтому он почти сел на шпагат, вызывая улыбки прохожих. Мушур де Месье появился на свет в 1904 году на закате эры «Носовых платков». Вместо того, чтобы предложить волнующий новый концепт, Герлен отдал дань английской парфюмерной традиции, создав свой французский вариант классического аромата, напоминавший более ранний парфюм под названием «Жики». К началу XX века городских представителей праздного класса, идеальных покупателей Герлен, чаще всего называли фланерами, то есть прогуливающимися, если вы относитесь по-доброму, или бездельниками, если у вас иной настрой. У них была непростая жизнь в вечном поиске развлечений на бульварах, побывать на спектакле, зайти в кафе, стать свидетелем забавной сценки на улице, а потом остроумно писать ее в своем дневнике или письме. Фланеры старались держаться дистанцию между ними и окружающей жизнью, словно они желали испытать странное чувство отчуждения. Мушур де Месье был идеальным спутником в их прогулках по Парижу. Как и Литре Френкарнат, основу этого аромата составлял запах папоротника, вернее его фэнтезийный аромат, замешанный на сочетании сливочного запаха кумарина и запаха камфорной лаванды. Хотя основная нота аромата напоминала грязный анималистичный запах, анималистичные ноты были животного или растительного происхождения, например, амбровое семя, в качестве замены растительного мускуса. Перенося этот аромат в городскую среду, как и другие ароматы того периода, Мушур де Месье отделял праздную жизнь фланеров от жизни масс, но при этом напоминал о том, что у них куча денег, и они могут в любую момент покинуть свои красивые комнаты. Лориган, Кати, 1905 год, аромат крупных универмагов. Здание размером с целый квартал, манекены за сверкающими витринами, одетые в самые модные платья и меха, манят прохожих. Пространство, зеркала, металл, чай во второй половине дня под аккомпанемент струнного квартета, кулинарные шоу, модные показы и живые картины из жизни экзотического Востока, и многое-многое другое. В первые годы 20 века розничная торговля набирала обороты, благодаря огромным универмагам, которые вырастали в больших городах, словно грибы после дождя, и превращали поход за покупками в развлечения, разыряя и оскорбляя владельцев традиционных маленьких магазинчиков. Товары располагались по отделам, и парфюмерия получила собственные просторные залы. Один из самых знаменитых универмагов такого масштаба – Селфридж в Лондоне. В 1910 году разместил парфюм на первом этаже, где отдел функционирует до сегодняшнего дня, заманивая покупателей головокружительным благоуханием. В романе «Заля дамское счастье» 1885 года владелец магазина «Октав Мурай» догадался разместить фонтан с фиалковой водой на первом этаже универмага, одновременно с распродажей постельного и столового белья. Это можно считать ранним образчиком маркетинга парфюма. Франсуа Катиш, сварливый предприниматель родом с Корсики, обладавший острым нюхом, стал основателем стратегии для парфюмерных брендов в боку крупных универмагов. На всемирной выставке в Париже в 1900 году его интерес привлекли в флаконы новейшего дизайна от «Лалик и Бакара». И Кати понял притягательность и власть красивого флакона. Он начал создавать ароматы, используя более широкую линейку запахов и головокружительные новые синтетические ароматы. Интуиция Кати помогла ему заработать баснословные деньги в сопоставимые с суммой в миллиард фунтов, и превратила его в самого богатого и влиятельного человека во Франции. Компания «Лалик» изготавливала для него флаконы, крупные химические компании и композиции. А еще была его жена Мари, которая придумывала финальный штрих и отделку. Кати успел там, где многие другие потерпели поражение. Именно поэтому он работал масштабно. Именно потому, что он работал масштабно, превратил свои драгоценные творения в товары, которые можно было воспроизводить и продавать по всему миру. Открытие его собственной большой парфюмерной фабрики, известной под названием «Сити де Парфюм» – город духов, стало знаком того, что империя создана. Легенда гласит, что Кати устроил целое представление, чтобы добиться встречи с управляющим престижным большим магазином Лувра. Он разбил флакон духов для Роуз-Жакимонт в торговой галереи, и женщины сбежались на аромат, как пчелы слетаются на мед. Они требовали сказать им, что это за аромат, и где они могут его купить. Некоторые источники утверждают, что Кати сам привел этих женщин, или что история выдумана от начала до конца. Другие говорят, что это его жена, открывшая цветочный магазинчик в этой галереи, и ее случайно уронила флакон духов или сделала это по просьбе. Наверное, эта история обсуждается столько лет, именно потому, что она помогает нам отметить момент наступления современности. И мы забываем о долгом, незаметном переходе, который к этому времени привел. И даже если история Кати правдива, в ней ничего не сказано о том, как парфюмерные бренды начинали работать с ритейлом в Америке. Один из первых ритейлеров продвигал парфюмерию в аптеке города Солфлейк-Сити в 1900 году, и это было очень далеко от блестящего мира больших универмагов. Парфюм Леролз-Жакимонт стал подлинным триумфом. Богатый резонирующий аналог аромата розы в сочетании с фиалкой звучал так, словно исходил из блестящего новенького граммофона. Дом Кати быстро заработал себе репутацию во всем мире, его творения вскоре заняли место рядом с ароматами более старых парфюмерных домов, таких как Рожер Энгалет и Убеган. В 1905-1925 годах парфюмы Кати имели такую же репутацию, как джазовые стандарты. И на них, если верить историку парфюмерии Денизу Балье, могли равняться другие парфюмеры, создававшие собственные шедевры. В наибольшей степени относится к Герлен. Аромат Шипра от Кати помог Герлен создать Митсука. Парфюм Эмераут от Кати, явившийся в 1921 году, стал основой для аромата Шелемар Аля Режьен, крестным отцом для аромата Лер Блё от Герлен. Аромат Лер Режьен заложил категории цветочных восточных ароматов, в которых сочетаются запахи цветков апельсина, мускатного ореха, гвоздики, ванили и ладана. Ладан, прима этого аромата, напоминает о ночном очаровании и свидании в закрытом экипаже. Появившийся на рынке, этот парфюм от Кати не спешил уходить. В 1919 году парфюм приносил прибыль в 6,7 миллиона долларов в год. Аромат Лер Режьен стал такой вехой, потому что выпускаемый в виде туалетной воды и в виде экстракта, он придавал свой запах многим другим товарам. Аромат стал символом красоты. В частности, Лер Режьен производился в виде дезодорирующей пудры и в качестве пудры для лица. Эту пудру покупали миллионы женщин, чтобы брать жирный блеск с кожи в жаркий полдень. Возникает вопрос, если бы мы познакомились с ароматом Лер Режьен в его первоначальной славе, как бы мы его восприняли? Как пудровый аромат по определению нежный и припыленный? Или он напомнил бы нам пудру просто потому, что вся пудра пахнет как Лер Режьен? На этом мы с вами сделаем паузу. И через одно видео я вернусь к вам с продолжением истории парфюмерии первого десятилетия 20 века. Я благодарю вас за внимание и прощаю до следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok